Я вот такого в своей жизни ни разу не видела, чтобы вот... И у меня даже слов. Это очень круто. Ну, не может быть так красиво на него. Но это ты наше. Итак, друзья, мы начинаем наш тревел-влог. И в данный момент я нахожусь в прекрасном городе Баку. Я только что заселилась в отель. Собственно, отдохну и, собственно, пойду гулять. Потому что погода прекрасная. 16 градусов. На прошлой неделе прям было 7-8. Мне очень повезло. Вот. Даже обещают 20 градусов. Я в полном приятном шоке. Я все собралась. Пришла в ресторан. Называется Urube 360. Это видовой ресторан, который находится на набережной Баку. Вот. Сейчас расскажу свое первое впечатление. Я ходила, получается, у меня деньги и ставить симку. Доехала на такси, потому что очень долго было ехать. У меня уже не было силы разбираться с метро и общественным транспортом. И вот со всеми с людьми, которыми я общалась, выполняя все эти действия, никто не говорит ни по-русски, ни по-английски, ни по-русски. Хорошо, я могу по-английски, но тоже по-английски никто не разговаривает. Мы просто на пальцах там, грубо говоря, что-то объясняли. Вот. Собственно, я пришла в ресторан, думала, тут будет местная кухня. Вот, ну, здесь не местная кухня. Вот, конечно, думаю, это прокол. Что-то я немножко не подумала в этом моменте. Вот. А, собственно, все так еще удивили, что она, в принципе, что она. Вот. Короче, тут вот такой прикольный вид классный. Прямо на окне есть такая вот небольшая сака. Это, конечно, угар полный. Вот такую красоту мне принесли. Я заказала, как это называется, кефте. Тут еще картошка фри, хлебушечек, все есть. Господи, ребят, это емко-то так вкусно. Я не могу. Просто картошка, кефте, просто потрясающая. Мне еще хлеб принесли. Тут очень вкусный соус. Какая-то вот кефешка с каким-то таким сырным вкусом. Просто я очень голодная. И я рада, что я вкусную виду ем, а не так, что я заплатила. И все. Но вид, конечно, да, тоже отдельно стоит отметить, что очень красиво. Я очень надеюсь, что меня будет слышно, потому что у меня аж телефон из руки вырывается. Насколько здесь сильный ветер. Мне кажется, что сейчас просто вдует в эту гуду. А-а-а-а. Такая шпань. Завтра придется уже получше погода, тепло. Я думаю, если бы нет ответствий, она вообще пол-классики не надет. А так, я сейчас иду под колесо обозрений. Надеюсь, что меня не продут. Я завтра не проснусь вообще с больной шеей, с больным горлом и осипшая. Слава богу, хоть додумалась надеть бадлон. Вот. А еще, я не знаю, город как будто бы вымер. Тут я одна и иду по этой набережной. Вообще никого. Понятное дело, что понедельник на вечер. Как бы мне казалось, что люди должны выйти на прогулку. Что-то такое, но нет. У нас было все на голове. Сейчас веселья стала поменьше. История. Значит, я сужу в такси. Первый раз. Говорю, здравствуйте. Понимаю, что таксист не разговаривает по-русски вообще. Но при этом мы всю дорогу ехали под Мияги. Что за какой-то сюр? У меня полное ощущение, что веселья работает. И где эта информация не написана. Но оно не двигается абсолютно. Там никого нет. Ну как так? Как это делать? Я, конечно, рада, что прогулялась по набережной. Ветер утих и очень красивый тут вечером. Но я хотела посмотреть на вечерний покой. Радует, мы приехали сюда. Ой, ладно. Пойдем дальше гулять. Тогда зайду в торговый центр. Смотрю вещи. Потому что я уже никуда точно не пойду. Ни по каким музеям. Уже поздно. И хочется сегодня лечь. Я что, вижу Зару? Так. Нет, не вижу. Я просто слепая. Короче. Уже поздно куда-то ехать. Я очень устала. Хочу лечь пораньше спать. Сделать масочку. И приготовиться к завтрашнему дню, который будет очень насыщен. Я его хочу сделать таким. У меня полное доброе утро. Я проснулась, позавтракала. Все собралась. Патчи, масочки. И теперь я супер фреш. Готова к новым приключениям в этом городе. Я не уверена, что хочу говорить о своих планах. Потому что я заметила по своим влогам, которые у меня выходили из Сеула и Истамбула. Эти планы никогда не сбываются. То есть я их произношу в начале дня. И потом просто все идет абсолютно наперекосяк. Но при этом день получается не менее крутым. Поэтому да, будем идти как бы по ходу событий. Вот. Покажу вам свой супер аутфит. Как раз таки бомбер, о котором я говорила. Вот свитер от российского бренда Inspire. Так, джинтики. Another Stores. И кроссовки Nike. Я сначала хотела в другом пойти. Потом я посмотрела, что там сильный ветер, 11 градусов. Поэтому утепляемся, девочки. Привет! Привет! Я сейчас гуляю по центру Баку. И здесь безумно красиво, но очень ветвенно. Я не знаю, откуда здесь такое ветрище. Мне кажется, мне в конце поездки я буду все вольной осипшей. Еще и высыпочная ситуация будет. После такой прогулки. Вот. Я говорю тебе, если бы не весить, то сейчас светит солнышко. Вообще прекрасно. Вот. Ну ладно. Не будем в плохом. Мыслим позитивно. Думаем о хорошем. Я сейчас пойду в музей. Буду наслаждаться искусством, культурой. Впитывать это все в себя. Мне кажется, что я эти башни уже сфоткала со всех ракурсов. Потому что мне безумно нравятся, как они сочетаются вот со старой архитектурой, с деревьями. Это безумно красиво. Я пришла в Национальный музей Азербайджана. Я надеюсь, что здесь вход. Меня никто отсюда не... И, наконец, это я, ваш покорный слуга. Я буду исследовать музей. О, открывается музей, да? Я уже вышла из главной части музея. Здесь нельзя снимать. Я не знаю, можно снимать тут уже, потому что здесь нет экспонатов. Но я здесь была абсолютно одна. И здесь очень какой-то... Ну, прям контролируют каждый участок этого музея. Каждую комнату, как это правильно назвать. Вот я хожу за мной так, следя. Знаете, как этот момент, когда ты заходишь в митуале, то, что самый охранник оттуда ходит за тобой по пятам. Вот. Мне очень понравилось. У меня тут был отдельный зал с русскими художниками. Меня очень вдохновила часть, которая посвящена азербайджанской культуре. То есть там были азербайджанские художники, азербайджанские творения каких-то других людей. Также была посвящена часть старому, ну, древнему Азербайджану. Вот. Очень красиво. Но по поводу именно азербайджанских художников меня очень сильно поразили. Я прям вот в полном восторге. Здесь вот картина, если и про русских художников, то здесь картина Айвазовского есть. А потом Шишкина. А потом было очень много портретов Александры Федоровны, жены Николая Второго. Правильно его один назвала. Мне понравилось. Весь советую сюда с ним сходить. Я пришла в ресторан, который находится при отеле Art Club. Мне принесли кутап из мяса верблюда. Дальше здесь салат с... Господи, с азербайджанским помидором. Муком и также с сыром. Дальше здесь очень приятная закуска из хлеба. Очень вкусная штука. Мука называется чай. И вот две, получается, специи. Это соус к, собственно, кутапу. А вот это, какая-то штучка. По-моему, сделана из барбарисов. Не из барбарисов. Ну, короче, ей посыпают мясо, говорят. Вот. Я уже поела салат. Сейчас, значит, просто кутап поела вот эти вот закуски. Безумно вкусно. Я просто сижу хайфой, отдыхаю. У меня очень круто вид за окном. Сейчас покажу. Вот. Я надеюсь, что пока я все это рассказывала, но и не было какой-нибудь зелени во рту. Иначе это будет очень невкусно. Вот. Я заметила, пока сидела, такие маленькие голубки изображены в петельщике какие-то. Очень милые. И принесу десерт. Сейчас еще должен быть кофе. И вот это. Это варенье и заливок. Безумно вкусно. Я такого ни разу в жизни не пробовала. Пахлава бакинская и миндаль. Сейчас буду пробовать. Но вот эта подливка как-то, водичка вот эта от него, очень вкусная. Ой, я пока еще здесь невкусное было, к счастью. Вот. Надеюсь, такая тенденция будет продолжаться и дальше. Отцениваем шапку из каракуля. Мне кажется, очень хорошо. Мне безумно нравится это сочетание камня и дерева. Особенно вот эти большие балконы. Крутые. Я бы точно хотела себе такой балкон. Представляете, выходить, там на нем поставить стульчик, смотреть с сигареткой, наблюдать с другими людьми. Очень прям fashionable. Зашла в антикварный магазин. Здесь посмотрите, какая красота. Ой, я вот о таких мечтала очень давно. Отчаянные пары. Просто безумные. Ядрес оставлю обязательно. Такой вот порт сигар конца 19 века. Потрясающий. Сейчас была в маленьком магазинчике. Где поддавались открытки с картинами азербайджанских художников. Боже мой, там была такая красивая девушка. Я все ждала момента, чтобы сделать ей комплименты. Говорю, какая вы красивая. Просто безумно. Она говорит, я тоже. Машина сейчас встретит. Я тоже ждала момента, чтобы сделать вам комплимент. Говорю, что вы безумно красивая. Мне, блин, обменялись комплиментами. Такая вообще приятная девушка. Я пришла в дворец Шервашаха. Я надеюсь, что я правильно произношу название. Здесь потрясающий вид. Открывается на городе. Правда, сейчас вот из-за этой башенки не видно ничего. Сейчас вот сюда отойду. Будет видно. Очень красиво. Пока поднимаешься, конечно, на такую кардио происходит. Ну ладно. Как раз таки неделя без спорта. Будет не неделя без спорта. Вот такие штуки я очень часто видела, что подают в некоторых ресторанах, туристических особенно. Называется это сапруш, вещь. Ей накрывают блюда, чтобы они оставляли тепло. И защищают их от грязи и от каких-то насекомых. Баку – это сплошное эстетическое наслаждение. Это сплошной оргазм для глаз. Я не могу. Ну не может быть так красиво на его. Ну это с ума сойти. Так выглядит это прекрасное блюдо. Я забыла, как оно называется. Сейчас я открою меню. Посмотрю. Заодно посмотрите цены, какие здесь. Место, кстати, туристическое очень, поэтому и цены соответствующие. Так, суп. А вот мясные блюда. Телячья вырезка в вишневом соусе. Я не знаю, как это называется. Коллинациональное блюдо. Вот. Короче, сейчас будем пробовать. Прям при вас буду это делать. Так. Горячее очень. Это очень вкусно. Прям супер. Поп. Попробовала рулить с вкусно-клажаны. У меня мама делает такие же. Вот я из мини-ученая. У меня сегодня какие-то, все что-то ореховое. Не знаю, даже не смогу, она есть. А вот это мясо вкусное, я уже говорила. Ну и у меня тут тарелочка с овощами появилась. Такая вот эстетика, да? Я тут одна сижу, а вон концерт. Показываю сегодняшний лук, не обращая на бордак сзади. А я решила надеть бандану. Так, у меня тут получается жилетка, рубашка. Казачки из лайма, очень крутые. Сумка-иконика. Брюки топ-топ. Пиджак из винтажки. Платок, не знаю откуда. Вот такой вот лук. Я сейчас на тебя посмотрела, я как будто бы с этим платком и вот с этим вот воротником. Я как стюардесса какая-то. С этим артельсом по имени Шана. Я вышла на обзорную площадку. Здесь безумно красиво. Я даже не знаю, мне кажется, это один из лучших видов панорамных, которые я видела в своей жизни. Это просто потрясающе. И самое главное, что это бесплатно. Можно спокойно подняться, погуляться по парку. Он очень ухоженный, очень красивый. Здесь вот рядом у меня башни вот эти. За мной вид на Стамбул. Прекрасные, конечно, бухты здесь. И очень свежий, очень классный запах такой природы. Поют птички. Я просто в полном восторге. Знаете, улетела в Нирвану. Я вышла с фаникулера и прохожу сейчас мимо музея ковра. Он безумно красивый. У него в накрученной форме ковра. Кстати, вот, в башне видно вот эти. Надеюсь, сейчас я отойду подальше, чтобы вам было видно, как выглядят все мероприятия. Ну, короче, он красивый снаружи, но я не уверена, что я хочу заходить вовнутрь. Потому что, если честно, я посмотрела, что там в экспозиции. Там ковры. И я очень уважаю скуство ковров, но я не уверена, что я готова смотреть на одни ковры. Я еще подумала, у меня еще два дня здесь, не считая этот. Может быть, я схожу. Может быть, нет. Как карта ляжет. Хотя, знаете что, я себе поставила на заставку такую фразу. Она мне понравилась. Карта ляжет так. Так, положу ее я. Поэтому, вот как я положу карту, так и решу, пойду я в музей или нет. Также рядом с этим музеем находится место, которое называется Маленькая Венеция. Выглядит это все вот таким вот образом. Здесь такие небольшие каналы, лесенки, по которым вы ходите, смотрите вниз на воду. Тут вот такие огромные черепахи. Я сначала думаю, что тут мерещится, что ли. А эта плитка такая. Я уже вижу выход. Вот он, ура! Мы вышли, выбрались. Какой-то сон у себя. Странно, да? 300 градусов обзор. Я зашла в заведение, которое называется Чай. Там Супер Шес, но пишу, что я не помню название. Поздала себе местное блюдо. Мясо с овощами. Очень вкусно. Прям приятненько. И лаваш. А, ну и что, это теперь вы принесли мне в такой кружке под советскую, не знаю, как это называется, подстаканники в таком. Вот. По поводу этого бакваши, девичка. Она красивая, социальная, очень приятная. Но я поднялась наверх. Я заплатила 15 монат примерно на 600 рублей. Вообще не стоит того, не рада. Я не менее красивый вид, даже, наверное, более симпатичный видела. Как раз таки вот с этого Highland Park. Поэтому я не знаю, наверное, если кому-то интересно, можно подняться. Но мне кажется, вы не потеряете ничего, если не поднялись. Поэтому тут, кому что уже нравится. Пойдем вперед по улице. Я иду сейчас в местный магазин. Вот так вот он выглядит. Называется Stop in Stock, по-моему. Здесь продаются местные азербайджанские бренды. Заходим, смотрим, что там. Ой, аккуратно. Сюда. Такой вот очень классный пиджак. Местного дизайнера. Его прикол в том, что здесь очень красивые пуговицы. В виде моллюсков, в виде ракушки моллюска. Очень красиво это смотрится. Я пока не понимаю, как он по рукам сидит. Как будто бы он вот так нормальный. Но если здесь, например, будет свитер, то сюда рука уже не влезет. Хочу поделиться отзывом на этот магазин. Сток с азербайджанскими брендами. Короче, мне очень понравился там выбор. Там есть симпатичные вещи, там есть красивые вещи. Но единственный момент, я не поняла их каких-то приколов с размерной сеткой. Потому что я даже меряю размер M, и он мне очень маленький в груди. И так, в принципе, со всеми вещами было. Поэтому, к сожалению, я себе там ничего не смогла выбрать. Но если вы там очень такая худенькая девочка, там с маленькими пропорциями условно. Хотя я бы не сказала, что у меня там пятый размер груди. Вот, поэтому, да, вам подойдет. И обязательно сходите, просто посмотрите талант местных дизайнеров. Сейчас, господи, я не могу перестать улыбаться. Сейчас произошла безумно милая история. Я иду по улице безумно стильной. И я проходила, ну, получается, прошла какую-то точку. Там дедушка продавал книги на русском языке. На английском, на итальянском. И я что-то останется посмотреть. Мы там с ним поговорили немного. И он мне подарил бесплатно книгу с сапаризмами и мыслями. Я не могу это так мило. Причем, я не собиралась ничего покупать. Вот, смотрите, книжка. Как это мило. Причем, такой дедушка хороший, прям добрый. Я пришла в музей современного искусства Баку. Я выхожу уже минут 15, но мне очень нравится эта галерея. Что стоит отметить, что очень круто подсвечена картина. То есть свет здесь хороший. Потому что когда я была в русском музее, как бы я его не любила, там у меня некоторые экспозиции. Просто отвратительный свет. И картины не видно вообще. Вот, а тут все просто на высшем уровне. КОНЕЦ. 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 покажу. Конечно, с солнышком выглядит все намного лучше. Мама, я в Баку! Это я, а этот все-таки доорали его. Когда я снимаю, знаете, делаю селфи на борт каких-то достопримечательностей, я себя ощущаю примерно так. Типа мама, я в Дубае, я отдыхаю. Ой, господи, я просто хочу, не знаю, похвастаться. Здесь погода потрясающая. Я сейчас смотрела прогноз погоды, чтобы понять, как мне одеться. Смотрю, Баку 20 градусов, Санкт-Петербург минус 18, Москва минус 16. Я вот, знаете, радоваться, что здесь хорошая погода, или печалится, что я приеду. Вообще просто абсолютно противоположные, как это сказать, погодные условия. Здесь залы посвящены истории Азербайджана с самых древних времен. Здесь раскопки. Ну, получается, объекты найдены на раскопках. Еще хочется отметить так эту музыку, которая играет в этом музее. Такая, сейчас я к ней поближе подойду. Прям восточная такая умиротворяющая, очень приятная музыка. Если вижу, кстати, тут костюмы национальные, вон там часть. Я туда чуть попозже пройду. И вот здесь еще один национальный костюм. Господи, какая вышивка офигенная. Я в шоке. Тут выставлены национальные музыкальные инструменты. Чтобы их послушать, я могу встать вот на этот красный ковер. И отсюда сверху заиграет музыка, соответствующая музыкальному инструменту. То есть ту, которую музыку он издает. Получается так. Давайте вот на... Как это называется? Боже мой. Кстати, я обожаю вот эти звуки, которые из этих духовых инструментов выходят. Это безумно красиво. Я вот такого в своей жизни ни разу не видела, чтобы вот... У меня даже слов. Это очень круто. Так, последний инструмент остался. Вот это очень древний музыкальный инструмент. Собственно, брали вот эти камни в руки и скучали вот по этому известняку. Здесь вот есть видео, как все это происходило. Получались вот такие вот... Я не знаю, не первая музыка, но какие-то ритмы, видимо, под которые проводились разные обряды. Я пришла в Чембери, Я пришла в Chamberlain Park. Я очень надеюсь, что я правильно произнесла название. Парк безумно красивый. Он подвесной. Здесь тоже открывается панорамный вид на город. Я еще не до конца поднялась. У меня это минутка отдышки. Вот, сейчас покажу, что у меня перед глазами. Вообще, какой вид потрясающий. Это очень красиво. Пока я отдыхаю, наслаждаюсь видом, хотела бы записать пару моментов, которые я поняла, скажем так, за три дня пребывания в Баку. Первое. Здесь очень дешевое такси. Прям безумно дешевое такси. Вот у меня поездка 30 минут. Я не знаю, сколько примерно километров. Ой, очки упали. Но таксист едет, получается, без пробок. В нормальном таком темпе. Стоит 150 рублей. То есть это очень дешево. Мне кажется, в Санкт-Петербурге за 150 рублей ты максимум доедешь до соседнего столба, если не меньше. Далее. Девчонки, кто боится, например, сюда ехать так, как я, одна или с подружкой, у вас какие-то есть по этому поводу предупреждения, просто выкиньте их все подальше в мусорку, потому что здесь очень безопасно. Прям вот, да, когда ты ходишь, на тебя смотрят, но не более, там, никто не подходит, тебе не хватает за руки, никто к тебе не пристает. Тобой, там, мужчины просто любуются, там, они могут помочь себе, при этом не требуя ничего взамен. Мне так помогали несколько раз, там, доводили меня до музея, когда я, там, путалась в картах, например. Вот, поэтому реально не переживайте, здесь очень невоспитанные люди вообще живут. Вот, мне хотя один азербайджанец, который меня провожал, он сказал мне такую вещь, что у нас есть такая поговорка, что женщина — это магнит, а мужчина — это металл. Мужчина к женщине всегда тянет. Вот так вот, девочки, мальчики. А, еще момент, что здесь практически нигде нет пешеходных переходов. Это вообще какой-то кошмар. Ты просто либо перебегаешь дорогу, либо идешь там 500 километров до ближайшего пешеходного перехода, подземного перехода. Вот, машины тут тоже, знаете, они, если ты не едешь через секунду после появления, там, желтого сигнала, тебе уже начинают сигналить со всей дырой, типа, ты что, тормозишь поток. Короче, да, такие лихачат очень сильно водителя. По поводу покупок, там, косметики, одежды, чего-то еще. Я была уверена, что в Баку очень злошло. Но если сравнивать с ценами, которые есть в Санкт-Петербурге и в Москве, то, например, косметика стоит либо столько же, либо намного дороже. И при этом выбор очень маленький. Но я не уверена, что это вот тот город, который прям идеален для шопинга. Поэтому я себе купила только парфюм вот турецкого парфюмерного дома, потому что в Питере у нас он не продается. Я не знаю, я уже не помню, сколько я тогда покупала свой в Стамбуле. Вот, поэтому, не знаю, переплатила я или нет. Поэтому как-то остальные покупки, я подумала, что у них особо нет смысла совершать, да и мне ничего не надо. Вот, поэтому я буду вкладывать деньги в то, что я ем, в свое удовольствие, вот, которое я тут получу. Не знаю, там, сходить куда-нибудь, как-нибудь провести время. Вчера, кстати, я встретилась со своей знакомой. И мы пошли, например, в бар. Называется здесь библиотекой. Был уже обязательно. Очень крутой. Прямо там такой приветливый персонал. Очень вкусный коктейль. Я брала Hornstar Martini. Мне очень понравился. Вот. Про цену на коктейль. Мне показалось, что тут чуть-чуть дешевле, чем в Санкт-Петербурге. То есть, условно, коктейль стоил 500 рублей. В Санкт-Петербурге, мне кажется, повыше все-таки уже стоимость, по крайней мере, вот 23-24 год. В Москве тем более. Принесли мне люля-кебаб. Такая небольшая порция. Но я уже попробовала. Он из ягненка. Безумно вкусный, нежный. Что с камерой на поездку? Да, безумно нежный. Ну, тут салатик, как я уже говорила. Ну, традиция. В городе Баку завершаем. Ой, прием пищи. Конечно же, десерты. У меня тут чай. Кто-то решает брать. Баклава. И также мы принесли, как комплимент, варенье из айвы. Это очень вкусно. Самое главное, что это не приторно. У меня прям, знаете, в Баку каждый день какое-то новое открытие происходило. Вот за это я люблю путешествия. Потому что каждый день ты узнаешь что-то новое. И не один, а у тебя просто в багаж там пополняется пачкой знаний. Я забрела на какую-то улицу. Сейчас буду тихо говорить, потому что тут написано be quiet. Смотрите, какие красивые. Здесь разные узоры. Птичка там такая милая на двери. Боже мой, дворик просто супер. Я бы хотела в таком жить. В том месте снимали фильм. Как раз таки вот в этом месте он упал в бриллиантовой руке. А это мой любимый фильм, кстати. Один из советских. Вот, кстати, тут даже картинка есть. Черт побери. Прикольно. А я пока сейчас сниму. Вот он прям за мной находится. Черт побери. КОНЕЦ Я сейчас иду, гуляю по набережной такого предзакатного вагу. Очень красиво вокруг просто. Вот рисую картину маслом. Вот. И я решила себя сама сфотографировать. Поставила типа камеру на пакет. Вот. И это, конечно, было отдельное шоу, потому что ко мне все подходили, нужнали мне помню. Я уже сама типа все выставила. Все так вот смотрели, как будто бы тут какой-то снимает нереальный фильм-блогбастер. Кстати, оцениваем мой отфит. Я купила себе джинсики на низкой посадке в Пулумбире. И также очки с огромной скидкой от Рейвы. Отзыв на место в этой магазине мне очень понравилось. Здесь такие классные магазины. Жалко, что я узнала об этом прямо перед вылетом, потому что, будь я здесь раньше, я бы, мне кажется, скупила абсолютно все, что здесь находится. Потому что очень классные магазины. Я себе купила блеск. И маме в подарок вот местного бренда. Газели, по-моему, называется. Вот. Очень классный цвет. Он у меня сейчас на кубах. Поэтому, да, очень советую вам всем сюда сходить. Прям вот must have. Тут и ресторан есть, даже салон красоты, магазины разные. Ну и выставка сама очень тоже крутая. Мне понравилась. Теперь немножечко о том, чем я вообще занималась сегодня. Сначала утром я решила сходить в магазин, купить в продуктовый, купить вино в подарок там и себе домой. И купить каких-то там сладостей, той же, как в гостинце. Вот. Купила варенье из олива, который я пробовала. Купила также миндаль, который тут такой вот зеленый. Вот. Потом, что еще? А, купила пару сладостей местных. И, наверное, все. Кстати, я когда ходила в магазин, там очень много русских продуктов. Типа, просто квашено. Это суперконтик. Юбилейная. Короче, да, очень много там всего такого продается, что есть у нас в России. После этого я зашла домой. А, кстати говоря, я купила себе очки рыбы. Ребята, они здесь стоят. Так, я не знаю по какой причине. Типа, я знаю, что это оригинал, все остальное. Они в два раза дешевле стоят, чем в России. Вот. Очки сейчас, кстати, я их покажу. Где они у меня там? Есть. Я решила взять именно эту самую классическую форму, потому что, как будто бы с ней у меня лицо такое просто жесткое становится. Вот. Поэтому, да. Так. Раз. Кужина. Можно, пожалуйста, что-то быстрее раскрыться. Так. Вот. Вот такие очки. Мне понравилось, как они смотрятся и с распущенными волосами, и с убранными. Вот. Очень классно записывается вообще. Записывается. Вот. После этого, да, я пошла домой. А, еще купила джинсы. Простите, собралась. Они такие, знаете, типа, как молодежные, такие выгоренные, выберенные. Короче, как сейчас все любят ходить в рвании и в грязи какой-то. Вот это. Мне понравилась эта эстетика. Особенно с классическими вещами это безумно стильно смотрится, на мой взгляд, с какими-то такими гламурными. Так вот. После этого я зашла домой и поехала кушать. Я что-то была очень голодной. Зашла в этот, в ресторан, или кафе, как это называется, Coffee Room, или кофе, что-то как-то так. Coffee Room номер один. Короче, не помню. Там очень вкусно. Прям мне понравилось. И все, я пошла гулять. Вот, не забрела на это место, в газели. И вот сейчас сижу на набережной. Я хочу здесь встретить закат и потом пойти в бар, где играет живая музыка. Очень надеюсь, мне понравится. Сегодня у меня, видимо, будет одинокий день. Последний вечер, потому что все заняты. Мои знакомые, которые здесь есть, но ничего страшного. Хотя вчера, момент еще один такой скажу, что я вчера встретилась со своей знакомой, у нас была очень классная встреча. Мы сидели в баре, там играла тоже живая музыка, очень талантливые ребята играли. Но я что хотела сказать, что я какие-то вещи, я не записываю на камеру, особенно, когда я там сижу в компании ребят. Я не знаю, мне просто неудобно, не хочется в прошлый момент, я хочу насказаться им сама. Или, например, в течение дня. Поэтому, если вы хотели бы больше увидеть того, что происходило в этой поездке, она была безумно насыщенная, она еще не закончилась, то переходите обязательно в соцсеть с картинками, которые будут указаны в описании. Вот. И там будет закрепленный хайлайт, где вы сможете увидеть все, что происходило, все истории. Вот. Ну и, конечно же, многое другое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, все те же на манеже. У меня сегодня последние часы в Баку. Я вообще не собиралась сегодня утром никуда выезжать, но что-то у меня... Господи, ночью на меня напала бессонница. То есть я поспала там буквально пять часов, условно. Встала рано утром, собрала чемодан. И очень надеюсь, что у меня не будет перевеса. Но когда я попыталась его поднять, он какой-то был очень абсолютно неподъемный. И у меня три часа до самолета, точнее, до выезда, я решила, что я хочу пойти куда-нибудь прогуляться, и решила приехать сюда. Место, которое мне безумно понравилось, чтобы посидеть, полежать на лежачке, словить последние, так скажем, как-то сказать, лучики солнца, получить витамин D. поездка на самом деле получилась незабываемой, абсолютно точно. Это была моя первая поездка, в которой я была полностью, абсолютно полностью одна. Одна. Это новое ощущение. У этого есть свои плюсы и свои минусы. Вот. Из плюсов, что у меня каждый день были какие-то новые знакомства с разными людьми. Благодаря этому я узнавала лучший город, узнавала лучшую культуру. Вот. Когда ты один, не знаю, как будто бы легче в какую-то компанию встроиться, ну, что-то вот такое. Вот. Ну, и побыть наедине со своими мыслями, как-то получше прочувствовать момент. Ну, и, конечно же, из минусов то, что, например, ты не можешь поделиться своими впечатлениями там от чего-то. Но у меня был выход. Я делилась своими впечатлениями с вами. Хотелось бы пожелать в конце этого влога не бойтесь, скажем так, ездить куда-то одни. Вообще, в принципе, никогда ничего не бойтесь. Живите здесь и сейчас. Кайфуйте. Все, я думаю, на этой ноте можно закончить. Всем пока. Целую. До скорой встречи. Пока. Пора. Завтра точно будет лучше, чем вчера.